Появляются какие-то непонятные... Всё. Итак, друзья, вторая часть ролика про электротему. Сегодня, точнее, сейчас, в данном ролике, в данной второй части, мы будем изучать мотор-колеса от гироскутеров. Почему? Да потому что гироскутер, как я уже говорил, это классная вещь для самодельщиков. В частности, из-за мотор-колес. Потому что отдельно покупать мотор-колеса, то есть, это вот, ну там, каждое колесо стоит 4-5 тысяч, если купить его, да? А за 4, там, ну там, ну, грубо говоря, мы же получаем 2 колеса, да? То есть, на 8-10 тысяч. За 10 тысяч мы можем купить, ну там, 4 гироскутера. Прямо можно купить. И у вас будет ещё, помимо мотора-колеса, ещё вот, всё вот это, то есть, аккумуляторы, провода и всё остальное, кнопки, лампочки всякие. Вот, то есть, тут чего только нету. Bluetooth-модули есть. Bluetooth-модули тоже классные, сейчас я вам покажу. Чуть попозже. Тут Bluetooth-модуль, два провода подключаешь, и у тебя Bluetooth-колонка есть. Вообще классно. Так, друзья, как и обещал, смотрите, вот собственно, Bluetooth-модуль. Вот. Всё здесь вообще гениально и просто. Вот сюда подключаем 12 вольт, и оно должно работать. Чё ты говоришь? Ищем, значит, здесь на телефоне этот Bluetooth. Ага. Вот он. Уже подключился? Ха. Потому что я уже к ней подключался. Музычка. Музычка. Так. Опа. Максимальная громкость. Максимальная громкость. Работает? Выключим. Смотрите. Собственно, ещё вот вам приколюха. Что можно найти в старых плазменных телевизорах? Ну, типа вот таких вот, да? Панелей. Там классные динамики. Особенно стелеки были дорогие когда-то. Samsung, LG. Там вот такие динамики. Они в своём корпусе. У них даже есть фазоинвертор. Где-то тут есть, должен быть. У этого, может быть, нет? Не вижу. Так, ладно, допустим, здесь нету. Возьмём другой какой-нибудь. Вот этот. Вот. Видите, сзади есть отверстие. То есть там фазоинвертор внутри. То есть это классная настроенная вещь. Вот, смотрите, вот. Вот, видите, то есть этот фазоинвертор, он настроен на определённую частоту. Даже есть вот такие вот. Вот. И они неплохо звучат. Давайте я сейчас туда подключу на эту плату вот парочку нормальных динамиков и посмотрим, как будет играть. Кстати, на этой базе он у меня, к сожалению, дома. Ну вот, на этой базе использую старые четыре аккумулятора из гироскутера. Плату от... Ну, плату я китайцев купил. Потому что она помощнее. И с регулировкой громкости. Bluetooth-плата. И использую четыре вот таких динамика от телевизора. Я сделал крутую Bluetooth-колонку. Сейчас вам вот в конце покажу её, как она... Она бомбит, так рамсит. Там басы рамсят вообще. Итак. Запитал четыре таких динамика от телевизора. Вот наше соединение, наша плата, аккумулятор. Врубаем. Ну, уже неплохо. Работает, играет. Отлично. Смотрите, какая прикольная штука. И всё это у вас в гироскутере. 12 вольт подали. Всё, плата есть. Bluetooth всё работает. Подключается. Классно. И сейчас я вам покажу нормальную колоночку, которую я собрал вот из всех этих помоечных вещей. Итак, друзья. Вот тот самый монстр, про который я вам говорил. Bluetooth-колонка. Вот. Тут четыре аккумулятора. Плата. Bluetooth-плата с усилителем, как бы, с алика за 400 рублей и вот четыре динамика. Давайте я вам покажу, как она басит, трамсит. Сейчас офигеете. Ну, я не знаю, как передать этот звук. И вот так она играет два часа. Ну-ка, сейчас давайте что-нибудь по басисту попробуем. Вот так вот так. Итак, мотор-колеса. Вот китайцев все-таки не перестают удивлять. Ну, чтобы быть честными, вот сколько мы бы их не хаяли, китайцев, да? Они все-таки красавчики. Потому что без них вот это все было бы невозможно, мне кажется. либо возможно, но было бы все очень дорого. У китайцев есть удивительная способность делать классные вещи за дешево. Вот. Иногда, конечно, они в борьбе за цену начинают уже какой-то ерундой страдать. Но все-таки. Итак, смотрите, я разобрал. Ну, здесь имеем три гироскутера. Четвертый у меня в другом месте пока. Вот этот гироскутер самый большой. Вот. То есть у него самые большие колеса. Эти колеса уже накачиваемые. Вот. Казалось бы, да? Вот этот гироскутер он самый большой, то есть самый мощный и все такое. Помимо него я разобрал еще два гироскутера маленьких. Вот корпус от одного и другого. Один был просто черный, другой цветной. Вот у этих двух фирма производителя была одинаковая. Просто вот этот черный был к первых выпусков ранних, а этот тоже более новый. Вот у этого гироскутера уже была блютуз-колонка, лампочек много всяких вот здесь. Вот. У этого гироскутера он тоже большой, вроде как мощный. Здесь, значит, тоже была блютуз и все такое. Вот. И большие мотор-колеса. Ну, они были, во-первых, в чем прикол? Они уже пластиковые. То есть, с одной стороны, вот видите, это пластик, а вот тут за крышкой у нас уже металл. Ну, сейчас я вам ближе покажу. Вот второй лежит вот от него. Это он же. Просто я покрышку на нее нацепил от своего самоката внедорожную. Вот. Итак, давайте приближем мотор-колесам. Значит, вот возьмем вот гироскутер, вот этот смарт-баланс черный, старенький такой. Вот его мотор-колесо. Обратите внимание, широкий ротор. Намотка выполнена в пять жил. магниты неодимовые внутри в 30 миллиметров, то есть в 3 сантиметра. И они толстые. Они толстые. Два с половиной миллиметра толщиной. Покрышка летая. К сожалению, да, мотор-колесо полностью алюминиевое. Я вам забыл рассказать, да, почему эти мотор-колеса такие классные. Потому что они мощные, они бесщеточные, то есть они по сути вечные. То есть это то же самое, как вот там ассинхронный двигатель. То есть в нем ничего не стирается, ничего не изнашивается. Ну, кроме если вы намотки перегреете. Итак, значит, имеем вот такое мотор-колесо. Вот оно так выглядит. Вот оно разобранное. 30 миллиметров, ротор 30 тоже миллиметров. Или это статор? Чуть я путаю. Наверное, это статор. Намотка сделана в пять жил. Вот. Все классно. Вот этот мотор классный. Если бы у него еще была вот такая большая покрышка, то есть под такой вот большой диск, то вообще было бы офигительное мотор-колесо. Потому что это мотор-колесо оно реально может выдасть 500 ватт мощности. То есть 30 миллиметров магнита. Допустим, в какой-нибудь KUGY, там, ну, не M2, может M2 как раз, там такие же мотор-колеса. Только от KUGY она стоит десятку, тут она стоит полторы тысячи за два. Дальше, вот, обратите внимание, вот такое мотор-колесо. Вот рядом, видите, лежит такое же мотор-колесо, вроде как. Вот. Только вот тут наклейка, а тут звездочка. Это второе мотор-колесо от такого же гироскутера, только вот от цветного. Вот. Это более новая версия уже. Она точно такая же, только цветная. Но обратите внимание на мотор-колеса. статор имеет полтора сантиметра толщиной, то есть шириной. Вот, сейчас я вам покажу. Вот раз статор, и вот два. Или это ротор, блядь. Не знаю, запутался я, короче. Ну, не суть. Вот, обратите внимание, насколько он шире. Ну, в два раза, да? Ну, и естественно, и магниты, магниты в нем узкие. тут даже еще, еще круче. Тут магниты не полтора сантиметра, а 1,2. Обратите внимание, какие узкие магниты. Какие магниты здесь? Вовсю ширину корпуса и какие магниты здесь? То есть, что мы имеем? Вот это колесо, оно в два раза слабже, чем вот это. Хотя, казалось бы, с одного и того же, в принципе, гироскутера. Ну, тут как бы китайцы, ладно, хоть особо не врут, и честно пишут, да? 250 ватт. На этом вот ничего не написано. Вроде бы, сейчас посмотрим. По-моему, ничего не написано. по ватам ничего не написано. Ну, тут просто 36 вольт написано, и все, и дальше ватт нет. Вот. Ну, ладно, казалось бы, хорошо, для маленького вот такого гироскутера ему вот такой мотор не нужен, в принципе. Хотя, изначально он же такой был, вот. Но китайцы дальше очень сильно начали экономить. Во-первых, сэкономили на самом электромоторе. То есть, на двух моторах они вот такие 250 ваттные. С узенькими магнитами. По сути, вот это мотор-колесо, но оно никуда особо не пойдет. Ну, вот я хочу их поставить на свой электроснегокат на детский. Ну, ребенку, в принципе, два таких мотор-колеса, 500 ватт, общей сложности. Думаю, хватит. Вот. Хорошо, да, тут, ладно, маленький гироскутер, все, ему как бы хватит 250 ватт. Помимо того, что они сэкономили на моторах, то есть, поставили дешевые моторы, узкие магниты, слабые, то есть, они сэкономили на батарейке. В этом гироскутере, вот, в дешевом вот этом, точнее, вот, в цветном, в цветном, батарейка стояла вот эта, на 24 вольта. Помимо того, что она должна быть как бы на 36. Ну, ладно. Потому что вот в этом гироскутере была вот эта батарейка, вот, на 36 вольт. А вот в этом, уже была самсунговская батарейка, тоже на 36 вольт. То есть, сэкономили на моторах, сэкономили на аккумуляторе, то есть, тут помимо того, что получается, что он на 24 вольта, значит, тут не хватает 6 банок еще. То есть, сэкономили вот на 6, вот таких вот аккумуляторах. И плата управления, там, была не вот такая, а две отдельные, дерьмовые платы, которые не прошиваются, которые очень слабые. Если вот здесь у нас есть, вот, внизу плата, сейчас я вам покажу, у меня есть плата с первого вот гироскутера, который я снял, она отдельно лежит у меня. Вот она. То есть, она имеет вот такой вот огромный теплоотвод в виде вот такой толстой алюминиевой пластины. Вот, она прошивается, все. Вот, ее можно отдельно даже продать. вот, еще ячейки лежат у меня для сборки аккумулятора. У этого же вот дешевого, он не дешевый, он, кстати, стоил столько же, даже может быть дороже. В общем, дешевые его версии, так скажем. Мотор-колеса плохие, такие вот не нужно покупать. Аккумулятор тоже слабый, плата не прошивается. То есть, это самый вот худший вариант из гироскутеров. То есть, вот запомнили, да, вот такие вот смарт-балансы цветные говно. Вот с такими колесами. Вот со звездочкой хорошие колеса. Мощные колеса, мощные аккумуляторы. Разобрались. Ну, их, кстати, может быть вообще прям еще миллион всяких разных. Вот. Бывает, китайцы еще круче поступают. То есть, берут... А, еще, кстати, тут намотка-то в 5 жил, да, у нас. А здесь у нас уже в 3 жил намотка. Вот. То есть, ну, колеса намного слабже. Бывает еще круче. Китайцы вот эту вот медь на моторах заменяют алюминием. То есть, с алюминием намоткой. Вот такие моторы с алюминием намоткой я даже не знаю, где можно использовать. Ну, если только в одноразовом гироскутере, да, действительно, можно попробовать. Хорошо. У нас имеется вот такой большой и, казалось бы, большое колесо. Все. Должно быть мощный мотор. Вот этот, мотор в 30-30 мм шириной, это самый, по сути, мощный мотор в гироскутерах. Вот. Может быть, в гироскутерах типа СГВ есть палка, которая у тебя. Может быть, там есть что-то поинтереснее. Но вот в обычных вот таких, вот такие моторы самые мощные. Мощнее, по-моему, нет. И, казалось бы, вот здесь надо же использовать такой же мотор, как вот здесь хотя бы, то есть, в 30 мм магниты, ротор, все там. Давайте возьмем вот оно. Не тут-то было. Большой мотор, бесполезный мотор. 15 мм ширина ротора. И магниты, ну, хотя бы тоже 15 мм шириной. То есть, тут, ну, тут вот, не знаю, сколько можно снять, вот 300 можно снять. И намотка, намотка у нас, сейчас посмотрим, во сколько жил. Намотка в 3 жилы. Ну, то есть, короче, такой прям вот, не самый, конечно, и худший вариант, но средненький, средненький. Значит, неудобства какие-то, что у них оси с одной стороны, да? Вот, поэтому здесь можно просверлить отверстия, вот сюда зацентроваться, либо просверлить, нарезать резьбу, либо просто наварить. Можно удруненный вал. Да, подшипник тут тоже есть, вот, то есть, через него тоже пройдет, то есть, диаметром все проточить и получить вот второй ось. Здесь просверлим, здесь выйдет, и все. И будет две оси у вас. Значит, дальше я вам хочу рассказать, мотор-колеса мы имеем, как, собственно, их запустить, да? Можно отправить на Авито, найти человека, который прошивает платы от гироскутера. Можно купить отдельные контроллеры. Вот тут вот несколько видов контроллеров. То есть, вот самый такой распространенный контроллер у нас. Это у нас на 36-48 вольт, 18 ампер, 350 ватт. Вот. Вот такого контроллера, он стоит в районе тысячи рублей. Будет достаточно, чтобы запустить любой этот мотор, и он будет работать на максималку, в принципе, практически. Ну, кроме вот самого широкого. Вот. У него 500 ватт можно снять с него. Можно поставить вот такой курок газа, ну, то есть, обычный, да? Можно поставить такой уже даже брытовой компьютер. Вот. Вот такой вот набор, вот такой вот. То есть, контроллер и курок газа. Курок газа у нас MS, по-моему. А, нет, Island 100. Вот, хороший такой. Вот это тоже 350 ваттный контроллер, но форм-фактор мини, то есть, он маленький. Вот. И с этого контроллера можно запустить любой электромотор. Они, вот, все, кстати, внимание, еще важная информация, у каждого этого мотора есть датчики холла. Вот, давайте посмотрим. Вот, три маленьких датчика на каждую фазу. Три фазы, три датчика холла. Эти датчики следят за положением мотор-колеса. В гироскутере это важно, потому что вы постоянно балансируете. Для наших самоделок это, в принципе, не важно, и поэтому можно использовать вот контроллеры, которые умеют работать без датчиков холла. И, в принципе, вот эти все контроллеры могут работать без датчика холла. Подсоединил три провода, он работает. Для чего датчик холла? Для датчик холла нужен для того, чтобы мотор плавно трогался. То есть, допустим, если вы поставите его куда-то на электросамокат, то когда будет в момент трогания, у вас будет рыбок. Вот. Не очень удобно, поэтому подключаем датчики холла. Если нам это не важно, ну, как бы, не особо парит, то без датчиков холла можно использовать. И единственное, что еще без датчиков холла, то есть, этот контроллер, у них три режима скорости. Это, по-моему, 60, 100 и 120, то есть, турбо. Вот. Без датчика холла не будет доступен режим турбо. То есть, будет только 100% мощность, 120 не будет у вас. Есть вот такой контроллер. Это вот уже мощный контроллер на киловатт. Сейчас мы с вами еще сделаем эксперимент. Подкручиваем к одному контроллеру два мотор-колеса без датчиков холла и покажу, как они будут работать. Итак, друзья, мы сейчас установили два мотора по 250 ватт, которые подключили так, как они должны быть. И смотрите, какая особенность. Если мы крутим одно колесо, вот оно дергается, да? Я не знаю, как вам показать. Сейчас попробую показать. Вот так вот поставлю камеру. То есть, если мы будем крутить два колеса в одну сторону, они у нас сопротивляются. Если в разную, вот смотрите, они спокойно крутятся. В одну сопротивляются. Потому что они, обмотки у них подключены друг к другу. Вот так вот. Три выхода друг к другу подключены. Давайте к заднему. Значит, я все подключил. Вот 39,7 вольта. Нажимаю газульку. Так вот работают. 37,8. Можете обратить внимание, что они крутятся в разную сторону. Да? То есть, естественно, он так никуда не поедет. Внимание, я хочу обратить на ваше, то, что подключено все от одного контроллера. Давайте под нагрузку дадим нагрузочку. Сейчас поставим эти колеса на стол. Давайте дадим газу. Так, одно колесо крутим. Ух ты, какие звуки странные. А почему второе колесо у нас не стартует? На него нагрузки дать больше, что ли? Ну-ка. Ну, короче говоря, полная ерунда получается. Вот. Хорошо. Нам надо на одном колесе поменять фазу, чтобы у нас крутился в другую сторону. Сейчас я поменяю фазу и попробуем покрутить. но когда вот так все подключено, все работает. То есть, колеса крутятся и, в принципе, если установить два колеса, вот, ну, как они должны быть, то есть, ну, то есть, колеса-то крутятся в одну сторону, просто они стоят в разные стороны, поэтому они и крутятся так у нас. Если мы установили в одну линию бы их, оба колеса бы, они у нас крутились бы в одну сторону. И так спокойно можно было бы ехать. Допустим, на электросамокат, если их поставить. Итак, друзья, на одном мотор-колесе я поменял фазу. Давайте-ка за нём. Вот. Теперь крутится в одну сторону. Даю полный газ. Слушайте, на всё работает. Сейчас попробуем притормозить одно колесо. Да, мощь, мощь. Ну-ка. Поставим его на стол. Крутится только одно колесо. А если одно колесо прижму, попробую включить. Угу. Слушайте, ну в целом работает. Но думаю, под нагрузкой будет некорректно работать. Сейчас попробую под нагрузкой его остановить. Угу. Оба останавливаются. В чём прикол? Когда у меня тут стояли изначально колёса с магнитами в 30 миллиметров. Вот. Они, видать, мощнее и создают больше помех друг другу. И поэтому, когда вот так, когда моторы были подключены, крутились в одну сторону, то есть у нас, да, при достижении каких-то оборотов они друг другу начинали мешать. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Вот. Вот о чём я говорил. Вот. Всё. То есть они друг другу мешают, когда крутится от одного контроллера вот так вот. К тому, что работают как-то, получается, противофазу. вот видите полу появляется какая-то такая вот штука есть на полный газ вот именно середине вот середина газа вот появляются какие-то непонятные все именно поэтому здесь мне нужно установить вот такой вот набор из двух контроллеров который будет отдельно работать на каждый двигатель кстати не бойтесь покупать там контроллеры курки газа принципе они ко всем все подходят то есть от одного курка газа можно подключить два контроллера возможно даже больше я пока вот точно не проверял то есть если покупаете какой-то вот электронный курок допустим да у него будет вот такая фишка и на этом контроллер уже эта фишка была просто воткнула все работает вот эта фишка не знаю зачем пока она не подключалась я проверял это контроль на все это работает отлично вот на этом контроллера у нас там тоже выходит по моему 5 проводов три провода идут на курок газа на сам то есть на как он там называется вот потенциометр что ли или как вот два провода просто на кнопку идут то есть они включают выключают контроллера потому что контроллеры есть три провода вот черный красный и тоненький красный тонкий красный отвечает за просто за включение его вот и все поэтому тут все легко и схемы все в картинках интернете есть и подключите без проблем вот то есть как бы нам тут дисплей не нужен нужен просто газ и курок больше ничего не надо вот так все работает целом но под нагрузкой думаю эта тема не будет работать потому что нужно все таки отдельный контроллер если вот так хотите использовать на самокате наверное будет работать если вы используете два колеса в одну сторону ну и конечно эти колеса намного слабее прям тут чувствуется то есть у нас киловаттный контроллер два мотора колеса по 500 ватт ой по 500 по 250 ватт ну и чувствуется разница между этими колесами и вон теми которые жирные с магнитами широкими да тут большая разница чувствуется если вот вот когда стоял на столе он у меня прям аж улетал со стола врезался вам в эту в железочку перенят просто нажимаю и вот он одним колесом только буксует то есть одним а до этого у меня двумя колесами букв самого прям эти все колески все колесики все-таки слабо слабо же конечно чувствуется но на двух контроллерах я думаю будет все работать хорошо давайте наверное я выложу пока два ролика автор эти ролики я вот вам соберу вот эту штуку еще раз там проговорю про контроллеру все расскажу вот и мы протестим надо еще колеса зашиповать и протестить на льду как будет работать